так вот все же стесняйся курить ах не модно ну давай бы это гаси знаешь что было вот мы сейчас про говорим про подсветение да смотри он начинает свести он начинает свести манжурец который похоронили почти кое-кто твой папочка хотела успелить вспомнишь помнишь люди отговорили говорят успеется вот результат несколько уговорил бы сказать так ты говори громче потому что плохо слышно так вот слышать чему я говорю прошлом году нарвался я на большого специалиста всех достаточно нудно он почему-то считает что мы с тобой ну не мы не кто попала я же фермер правильно вот но этого фермера две руки и у тебя две руки и вот фамилию даже не помню вот и но очень такой человек обстоятельный вот вот я ничего не знаю я хочу знать сроки цветения празднее пони позднее и среднее вот ну я уж решил так что цветение в принципе они цветут в одно время в принципе так вот я ему так и сказал которые попозже пораньше они цветут в одно время так не бывает вот отношения да плоды то есть какие то возрастут а сейчас того цветения такого нет и есть такая история что то раньше какие то позже с абрикосами такого нет знаешь что о чем в разговор я ему пытался тоже самое сказать у нас тот год была Такая жаркая весна Что они зацвели практически одновременно Вот Он остался мной недоволен Ему надо было Да, он хотел эти же самые сорта иметь у себя Вот Но ему надо было разделить Весеннее, среднее и позднее А я ему ничего не мог сказать Ну вот Сейчас я знаю что сделал Я сейчас пройду по саду В этом году уникальный случай Очень холодная весна Вот Сегодня что сказал мужчина Который приехал к тебе за саженцами Из Майны У них снег лежит на улице горная Хотя Майна считается теплее нас На улице горная Лежит снег Зацвели абрикосы Которые по возрасту младше Потому что у них корневая не так глубоко Залегает, соответственно земля теплее прогрелась Они зацвели раньше А которые абрикосы постарше То есть они немножко спят Но сейчас установится хорошая погода И будут свистки все Зацветутся одновременно все Ага Так я с тобой разговариваю еще как с будущим Ну ведущим Допустим Канала телевизионного Раз Может быть крупнейшего блогера Частенька Но крупного два Вот У тебя есть один недостаток У тебя есть одно слово То есть То есть я знаю Вот И тебя с этим словом На канал ни на один не пустят лекции читать И преподавателем Я это видео снимал И потом посмотрел Ага Убедился Убедился в этом Я еще на гигтофон писал Прослушал Ну есть такая проблема Ну как есть Пока Ну и кто будет читать лекции Те самые Которые Берет саженец Такой же как у тебя Вот Ой не буду называть канал Вдруг тебя туда пригласят Хоть вряд ли Там же реклама А сплошная Там надо все это И он берет саженец Начинает с ним Его улучшать Берет Отрезает корни Говорит Подровняем корни А это значит что Сосущие корешки Да Кончики Сосущие Он взял к чертовой матери Все поотрезал Чем оно сосать будет Вот А это Один из этих Кто На телеканале На крупном телеканале Раз Потом отрезал Несколько нижних скелетных веток Сказал что дерево не нужно Дерево нужно штамп Оставил вместо него раны Вот И пошел садить Вот Ну все по классике Как в грубе дерево Своими же руками При этом умудриться Лапши не вешать На уши Ну что будем делать Зацветает Все таки Относится Назовем к поздним Но это Сихотолинский От Бродского Плоды мелкие Мы уже таких Несколько спилили Что с этим будем делать Пусть пока растет Жалко Если жалко Пусть будет А ты знаешь что Одно из принципов Селекционной работы Селекционер не имеет права Быть жалостливым Я знаю На процвету И они хорошее свойство И они имеют Пустоцвета не бывает Если завязались Тысячу этих Цветов Значит тысячу плодов будет И кстати Никогда не мельчает Никогда не дичает Заметил? Так ладно Сихотолинский Начинает расцветать Я два дня назад Сходил Думал Да что где это? А он оказался Да В общем пришли К такому мнению Холодная весна Помогает разделить Все таки условно На раннее Среднее Позднее Опять нет Да Они бы не все Одного возраста Они бы С учетом возраста Но все таки Не в один день Пусть несколько дней Ну согласись Ты знаешь Больше всего мне нравится Когда ты со мной Не соглашаешься Я уже устал От того Когда это Не то что Соглашается Нет Угрюмое молчание Вот что хуже всего Когда я доказываю Что Этот самый А Еще И пусть Пусть будет Какой-то Небольшой фильм Еще раз говорю Пауз нельзя будет Вот На твоих глазах Я пытал Человека Вот этого Смайна Который у тебя Саженец купил Сегодня Вот При тебе Знаешь что сказал Хотя у меня Склон Сильный Я все равно Делаю холмы По железу Так Все верно Показал Вид Да А где же я был Жалко Так вот Интересно Другое Вроде бы Ну Некоторые болезни Воспринимают Допустим 30 лет учил Людей Садить в яму Он не может Сейчас Вот когда я говорю Что это не просто Посадка в углубление Смертельное Он не переносит Это Он же 30 лет учил И такие попадаются Они начинают Меня оскорблять А здесь человек Нормальный человек Сказал Я видел все ваши фильмы Ну Вряд ли все Тысячи видел Но сотни явно видел И говорит А у меня за забором Растет дикая луча Я разгреб траву И там 20 сантиметров Все гнилое Штамп Вот И поблагодарил меня Вот Так Теперь вопрос Ты памятки Даешь тем Кто покупает Да Конечно Даю Либо в электронном виде Либо распечатанном То есть Электронно Какой надо Такой даешь Да Вот это я хотел услышать Все Ну Те кто на месте Приобретает И на словах Еще и памятки А Кстати Мы еще с тобой Это Перебивать друг друга Учим 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 Чтобы не было такого Вот Я на рынке Есть очень уважаемый товарищ Вот Наверное не буду фамилию называть Сейчас он Он уже Нет Сейчас он Нет Сейчас его уже нет на рынке Вот Значит Саженцы продавал Не обрезая Так Вот И на моих глазах Вот такие саженцы Прекрасные Но человек садит А обрез Ты делаешь обрезку А он не делает У твоих саженцев Выживаемость 10 раз больше 10 раз больше Раз обрезка сделана Сбалансировал с корнями Так вот Слушай Он менял Потом Так вот Я о чем и говорю Я стою рядом Подходит мужик Это умудрится За 20 минут Что я стоил рядом Подошел мужик У меня Умер Умер саженец Он спокойно За этой кучей Достаёт Своей На рынок Достаёт Узапил Это Полиэтилене С землёй Всё Корни не сухие Всё Это тебе не эти Импортные Вот И вручает другой Молча И тот ушёл Ведь ещё 10 Вот поговорили 20 Следующий подошёл У меня умер саженец Вот Вот чем наш Авторитет зарабатывается Так Сколько тебе было лет Когда ты первую Прививку сделал Не помню Лет 12 Вот Вот это и есть Настоящее Садоводство Ну последнее Я говорю Всё-таки Молодёжи Тоже смотрят Ты не жалеешь Что стал садоводом Да нет Конечно Если бы Это было Не по душе Я этим бы не занимался Да И не получал бы Николым агрономов Да А теперь мы имеем Одного из лучших Одного Одного Из лучших Прививальщиков России Одного Ну Скромно скажу Один из лучших Питомников России Вот Единственный Неукровной На зиму России Неукровной Сколько тебе Еще копаться В этом самом Ну Мне устраивает Тебя устраивает Меня не устраивает Я больная птица Меня не устраивает И страну не должна Я себе начальник Вот Представляешь Вот эти вот деревья Да Ну 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 я сейчас Пройдусь По саду Ведь может Исекратно Все это И где-то В кемеряцевке Высадить Ну Можно Ладно Тема больная Тебя устраивают Они должны Сделать так Приезжает Не просто Представитель Крупный Чиновник Вот Рядом С ним Этот Самый Спецназ У них Демонстративно В руках Эти Как они Которые Заковывают руки Нарусники Вот Бумага Квартира В Москве Когда-то Меня Металлург Так Приглашали Правда Без наручников Ну До этого Никому Не интересно Всем нравится Сидеть на своем месте И Делать Что делали Переписывать Друг Друг Теоретическую Часть И ничего Не делать Зачем Кому Это Людям Платят За эту Зарплату А зачем Зачем Что-то Кому-то Менять Что-то Что-то Улучшать Что-то Лучше Делать Если Всех Все Так Устраивает Таджикистан Объявил О нет Узбекистан Объявил Увеличим Четыре раза Поставки Фруктов В Россию И Знаешь Что Они Сказали Якобы Экологически Чистые Ты поверишь В это Нет Конечно Они Не будут Храниться Если Не будут Экологически Чистыми Вот Они Не успеют Доехать Испортиться Вот Вот Ну Короче Это Самое Если Приедут Наряд Спецназовцев Ты парень Крепкий Тебе Не просто Так Вот Перед тобой Кладут бумагу Там написано Обеспечиваем Квартиры Настоящие Зарплаты Вот Неофициально Помнишь А ты не помнишь Как меня Когда-то Молодого Металлурга Говорили Нет у вас Этого Диссертации Сделаем Вот так Сказал Директор института Когда меня В Москву Приглашали Ну правда Институт Был Этот Самый Не тот Профиль Я металлург Да Вот Примерно То же самое Должно быть Проделано С тобой Это я не тебе Говорю Вот Выставлю Сейчас В интернет А потом Еще Знаешь Это Самое Еще В ближайшие Годы Еще раз Стоп Повторю Это Когда-нибудь Дойдет Что Это не должен Быть Уникальный Сад Он должен Быть Тысячекратно Повторен Ладно Ну ладно Все 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 Делал Сам Все Сам Садил Обрезал Поливал Вот Супер Сорта Ну вот Смотрите Ага Ага Начинает Зацветать Вот Начинает Зацветать Еще Один Супер Сорт Знаете Почему Я так Называю Я сейчас Хитро Третьим Этажом На Супер Сорта Приваю Еще Супер Сортистей Вот Что Получается Вот Пошли То есть Я не только Надеюсь Что Вот Это Будет Еще Крупнее Чем Вот Это Вот 100 Граммовый Вот Я Надеюсь Что Вот Это Увеличится Благодаря Прививкам Вот Эти Увеличится У меня Есть Основания Так Думать Вот Вот Это Дерево Жду От него Сюрпризы Какие Вы Видите Вот Это Вот Перепрививка Скромная Китайка Вот Ну Куда Их Солить Что Ли Делаю Прививку Которая Под Пленкой Одну Вот Ну Сергей Не Растерялся Сделал Еще Три После Меня Вот И Будем Ждать Чудес Вот Таких Ж Вот Скажите Что Это Будет Не Знаю Первое Цветение Вот Химера Фаина Интересная Штука Помереть Не Дает Первый Урожай Был Я Был В шоке Фаина Ладно Она 80 Граммовая А как По двое Оказался 40 Грамм Да Еще Текуснейший А А вот Он По двое Сейчас Покажу Я пару раз Показывал А хочу Чтобы Вы Так же Как я Ждали Лето Осень Видите Фаина Мертвая А Снизу Пошли Приросты И эти Приросты Дали Вот эти В прошлом Году Цветы И Плоды 40 Грамм Да Какие Вкусные Вот Испортил Манджурский Абрикос Испортил И Вот Интересно Когда Вон Тут Вон Тут Мы с его Начали Разговор Он Взял Начал Помирать На 41 Году Жизни Ну и Опять Светет Но Правда Уже Не густо На нем Будет Ведер 2 3 5 Не больше И Уже Скоро Конец Ему Все Вот Сергей Озаботился Ему Нужна Замена Чистого Нету Чистых Все Или Прямое Опыление Или То что Я называю Инфицирование Видели Заканчиваем Одно плодик Жду Чуда Вот Этот 30-летний Старик Чудом Уцелел Рука Не поднялась Та же Как Сергей Избит Напрочь Дает Немного Но Такие Плоды 100 Граммовые Что Аж Это Сердце Замирается От счастья От ужаса Что Скоро С ним Прощаться С этим Абрикосом Ну Все 20-я Минута До свидания Друзья Такой Фильм Выпущу Будем Считать Что Это Просто Заполнить Паузу А может Кто-то Что-то И Почерпнет Для Себя Продолжение следует Продолжение следует